Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран, и это очередной урок из цикла изучения польского языка. И так часто бывает, если человек живет достаточно долго в другой стране, то в большинстве случаев нужно обращаться в лечебное заведение, нужно обращаться к докторам. И поэтому в этом уроке мы разберем основные слова, основные выражения, которые вам могут понадобиться при обращении в больницу, либо же в другое лечебное заведение. Поэтому давайте начнем! Итак, давайте начнем с основных слов, которые касаются в принципе здоровья и медицины в целом. Конечно, все хотят быть здоровыми. И здоровый по-польски будет «здоровый». Здоровый. Больной по-польски будет хорый. Хорый. То есть, здоровый и хорый. А доктор по-польски будет лекарь. Лекарь. Доктор, лекарь. Кабинет врача по-польски будет габинет лекарский. Габинет лекарский. Аптека. Если вам нужно найти аптеку, аптека по-польски будет аптека. Аптека. Госпиталь. Либо больница. По-польски будет шпиталь. Шпиталь. Следующее слово. Болезнь. Болезнь по-польски будет хороба. Хороба. Следующее слово. Боль. Если у вас возникла какая-то боль, что-то болит. Боль по-польски будет буль. Буль. Это единственное число. Множественное число боли по-польски будет буле. Булле. Итак, мы плавно перешли к выражению, если у вас что-то болит, чтобы объяснить. Итак, как сказать у меня болит? По-польски это будет боли мне. Боли мне. Боли мне. И дальше вы уже добавляете, что у вас болит. Например, боли мне бжух. У меня болит живот. Боли мне бжух. Что касается множественного числа, например, у меня болят. Например, у меня болят ноги. То есть нога не одна, две. Множественное число. То по-польски нужно говорить боли мне. То есть боли мне. И дальше добавляете. Например, у меня болят ноги. Боли мне ноги. боли мне ноги и сейчас мы рассмотрим основные части тела и вы уже самостоятельно сможете подставлять их в это выражение то есть у вас болит что-то и вы можете добавлять любое слово чтобы было уже врачу понятно что у вас болит и так давайте пройдемся по основным частям тела и так тело тело по-польски будет чало чало голова по-польски будет глава глава лицо по-польски будет ваш ваш глаз по-польски будет оку оку что касается глаза то есть не один глаз а два глаза то по-польски будет очень-очень то есть если вам нужно будет сказать у меня болит глаз боли мне окул но если вас болят глаза боли мне очень думаю здесь понятно и дальше буду говорить в единственном и множественном числе а вы уже будете знать как это подставлять поехали дальше уха уха по-польски будет уху уху либо если два уха то уши уши здесь очень просто запомнить следующее слово нос нос по-польски будет нос точно также следующее слово рот рот по-польски будет бужа бужа язык по-польски будет янзык янзык шея по-польски будет шея 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 грудная клетка по-польски будет клятка першова кладка першова плечи по-польски будет плечи 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 живот по-польски будет бжух бжух сердце по-польски будет сердце сердце локоть по-польски будет локоть 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 либо если множественное число не один локоть а локти то по-польски это будет локче 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 то есть как вы же поняли это первая буква читается что-то средняя между л и в это звук между л и в который вы должны произносить локче следующее слово рука рука по-польски будет рынка рынка либо есть ли руки то будет рэнце рэнце следующее слово правая рука право рынка и точно также левая рука лево рынка лево рынка следующее слово палец по-польски будет палец палец либо если пальцы у вас болят то пальцы 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 следующее слово нога нога по-польски будет нога нога если множественное число то ноги ноги следующее слово стопа стопа по-польски будет стопа стопа просто ударение ставите на другой склад не на последний она 1 стопа стопа если две стопы то стопы 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 следующее слово кожа кожа по-польски будет скоро скоро похоже на слово шкура только начале буква с скоро скоро следующее слово волосы волосы по-польски будет лосы лосы то есть сразу множественное число если отдельно взятый волос один волос то будет лос лос а если же волосы в общем то лосы лосы следующее слово зуб зуб по-польски будет зон зон что касается зубы в общем зубы по-польски будет зубы зубы и последнее слово кровь кровь по-польски будет крэ крэ это основные слова которые вам могут понадобиться в больнице чтобы как-то объясниться что у вас болит на дальше уже врач думаю сам поймет и продиагностирует вашу болезнь это основные слова чтобы просто вас могли понять надеюсь вам было полезно это видео надеюсь эти слова вам не понадобится в больнице так как лучше в больнице не попадать всем спасибо за просмотр всем хорошего дня и до встречи на следующем видео пока а 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